Чуев там против меня выступал, пришло мне время против него выступить, чтобы он знал, как у коллег-то сказать, надо деликатно относиться друг к другу. Конечно же, проблема рождаемости одна из ключевых, и, может быть, даже самая ключевая проблема, которой надо заниматься. Может быть, это главный показатель развития государства. То есть, когда Матвиенко, смеясь, докладывала в конце года на заседании правительства, что Россия уменьшилась на 700 тысяч человек, и, мол, надо повышать рождаемость, а министры смеялись, это означает, что министры не понимают, так сказать, главной цели экономической политики. Это не накопление ресурсов Центрального банка, это увеличение рождаемости. Это увеличение рождаемости. И, конечно же, очень примитивный подход решать этот вопрос восстановлением налога на бездетность. Остальные меры, конечно, мы поддерживаем. И предоставление жилых помещений бесплатно, и увеличение пособий. Но при чём тут налог на бездетность? А смысл этого поставления в этом? Приличные меры были в один пакет сброшены вместе с восстановлением налога на бездетность. Очень противоречивая вещь, и совершенно, так сказать, неправильное вы взяли из советской власти. Вы бы другое взяли из той эпохи, так сказать, а вы взяли самое, так сказать, неглавное там. Восстановление рождаемости – это серьёзный, очень большой процесс, начинающийся с того, что надо психологически изменить устои в обществе. Психологически, да, то есть должна быть ориентация на то, чтобы рожать в обществе. Посмотрите западную цивилизацию, там тоже никто не рожает. И деньги там, уважаемые товарищи романов, ничего не решают. Там дают высокие деньги, выплаты и в Голландии, и в других странах, но там не рожают. А рожают в странах, где ничего не платят. Вот что интересно, и как вот это почему-то получается. И после войны рожали не из-за огромных благ и льгот, которые давал Сталин. Не было никаких льгот, что вы рассказываете, была нищета чудовищная. Но было желание рожать, потому что закончилась Великая война. Было желание вернуться к гражданской жизни. Было ощущение, что эти дети будут жить лучше, чем их родители, прошедшие войну. Вот что толкало рожать. Это психологическая обстановка другая. Сейчас, конечно, общество совершенно изменилось в худшую сторону. И вот с этим надо бороться. Надо начинать здесь борьбу, а потом подвигать всю систему материальных стимулов. Только деньгами мы этот вопрос не решим. Женщина должна установку иметь, как в турецком обществе. Она должна хотеть рожать. Вот турки же хотят рожать. Вот их было 17 миллионов в начале века, а сейчас 60 миллионов. Вот в чем смысл. И не деньгами их стимулировать.